мы с вами обсудили основные симптомы с которыми к нам обращаются женщины и в порядке плановой помощи и по экстренной помощи теперь давайте с вами обсудим те методы которые позволят нам поставить правильный диагноз и так начиная общение с пациенткой мы конечно узнаем ее паспортные данные узнаем ее возраст потому что это тоже как вы поняли влияет на определенные заболевания и на ход их течения и на подбор жалоб и основных проблем которые могут возникнуть у женщины в той или иной возрастной группе также нам необходимо выслушать внимательно женщину дав ей возможность рассказать о том что ее беспокоит о том когда она впервые заметила эти жалобы чтобы с помощью уже имеющихся первичных представлений задать ей дополнительные вопросы навести ее на также и другие жалобы которые возможно у нее есть но она их просто недооценивает также нам необходимо собрать ее полный анамнез по ее жизни потому что не только гинекологический и акушерский анамнез нас интересует мы должны полностью знать о ее соматических заболеваниях о тех операциях которые она перенесла все в течение всей своей жизни об аллергических реакциях которые уже были у нее для того чтобы назначать лечение с учетом этих знаний нам необходимо также более точно уточнить характер ее менструальной функции расспросить ее о том сколько у нее было беременности в жизни чем они закончились потому что и роды могут протекать по-разному и прерывание беременности не только могут иметь разный исход но и проводиться с помощью различных методик все это важно и может иметь различные последствия также нам необходимо выяснить планирует ли женщина в дальнейшем реализовывать свою репродуктивную функцию или она считает что своих детей которые она хотела уже родить она уже родила также обследуя женщину мы должны у женщин репродуктивного возраста обязательно уточнить метод контрацепции которым она пользуется к сожалению далеко не всегда женщины могут правильно понимать этот вопрос и часто используя барьерные методы контрацепции или прерванный половой акт они говорят что они не пользуются никакими методами контрацепции женщине нужно помочь и подсказать что может быть она пользуется тем или другим методом контрацепции которые она не считает контрацептивным то есть она может просто не понимать нашу медицинскую терминологию гинекологические заболевания также нужно уточнять более точно потому что с течением времени женщина может забывать о том что у нее происходило так как она считает что это не столь важно для ее будущей жизни сексуальная жизнь этот вопрос тоже очень важно обсудить с пациентками особенно в том случае если они пришли с жалобами на нарушение репродуктивной функции к сожалению иногда они недооценивают роль чистоты половых отношений в семье и возможность наступления беременности два и более раз в неделю считается регулярность сексуальной жизнью регулярной половой жизни для того чтобы беременность наступила в спружеской паре в течение года если женщина живет половой жизнью менее часто то она может столкнуться с этой проблемой которая решается очень просто учащение отношений с мужем также необходимо выяснить и характер ее питания особенности ее жизни потому что это тоже может отложить отпечаток на ее здоровье для того чтобы правильно понять и заподозрить те или иные проблемы в репродуктивном в гинекологическом статусе женщины мы должны на нее просто посмотреть для начала оценить тип ее телосложения оценить соотношение роста весовых показателей потому что женщины с низ со сниженным или с повышенным индексом массы тела тоже имеют ряд своих проблем которые наиболее характерны в плане гинекологических или репродуктивных или акушерских проблем и поэтому только взглянув на женщину которая заходит к вам в кабинет на прием у вас уже может сложиться определенная структура опроса и определенных проблем которые могут беспокоить женщину во время осмотра у гинеколога одной из составляющих методов обследования является обязательная пальпация молочных желез которые проводятся гинекологом как минимум один раз в год при профилактическом исследовании это не является альтернативой обследования у мамолога не являются альтернативой инструментальных методов исследования, таких как ультразвуковое исследование молочных желез или маммографии, в зависимости от того, какого возрастного периода женщина, но может помочь нам выявить объемное образование молочных желез, которое потребует дальнейшего дообследования. Не забывайте об этом. Пальпация живота. Это также обязательная часть обследования у гинеколога, так как, проводя это обследование, мы можем выявить различные проявления не только гинекологических, но и гастроэнтерологических, хирургических проблем, а также мы можем выявить опухоли, которые берут свое начало из малого таза. Особенно при ситуации острого живота, пальпация живота поможет нам провести диагноз между гинекологическими и хирургическими заболеваниями, а также может натолкнуть на мысль о том, что это урологическая проблема или, может быть, нам стоит обратиться за консультацией к неврологу. Обследование специальное. Мы начинаем с осмотра наружных половых органов. Мы обращаем внимание на их внешний вид, настроение, на наличие каких-то патологических образований. Иногда мы видим такие проблемы, как, допустим, генитальный пролапс, когда матка выходит за пределы половой щели. И именно это вы видите на нашем слайде. В дальнейшем мы переходим к следующему этапу гинекологического осмотра. Осмотр влагалища и влагалищной части шейки матки с помощью зеркала Куско. Это рутинное обследование, которое позволяет оценить состояние слизистой этих органов, оценить наличество, качество белий. А также во время этого исследования мы можем провести забор биологически активных материалов для дальнейшего исследования. Следующим этапом мы переходим непосредственно к бимануальному исследованию, влагалищно-абдоминальному, двуручному исследованию, которое также может быть дополнено ректо-абдоминальным исследованием и ректо-вагинальным исследованием. У девочек, а также у женщин, которые никогда не жили половой жизнью, у которых не было вагинальных контактов, специальное гинекологическое исследование мы проводим только в варианте ректо-абдоминального исследования. В качестве также часто используемых методов исследования мы можем с вами обсудить вопрос тестофункциональной диагностики. Они позволяют оценить уровень гормональной насыщенности. В большинстве случаев это уровень насыщенности эстрогенов, но часть тестов отражают и уровень насыщенности организма прогестероном. Большинство этих тестов в современной гинекологии все-таки носят исторический аспект в связи с тем, что мы имеем сейчас возможность использовать лабораторные методы исследования для оценки гормональной функции организма как методы наиболее точные, достоверные и менее временно затратные и непроблемные для женщин. Такие тесты, как измерение ректальной температуры, когда женщина измеряет температуру в прямой кишке на протяжении 1-3 месяцев, конечно, относится уже к историческим, потому что это некомплоентно женщине, это неудобно и это не может отразить истинную ситуацию дел. Сейчас этот метод все-таки замещен измерением уровня прогестерона во вторую фазу цикла. Симптом зрачка, симптом растяжения шеечной слизи — это методы, которые также относятся к тестам функциональной диагностики, но мы их можем использовать непосредственно на приеме, они не требуют никаких дополнительных средств, но позволят здесь и сейчас оценить уровень эстрогенной насыщенности с достаточно большой долей вероятности и соотнести с фазами менструального цикла. Исследование цитологии шейки матки, онкоцитология — очень важный метод исследования, который проводится для каждой женщины, которая уже хотя бы раз жила половой жизнью, то есть мы можем открыть влагалище в зеркалах и взять специальными инструментами соскоб с поверхности многослойного плоского неоргивающего эпителия, который выстилает поверхность шейки матки и взять клетки цилиндрического эпителия из цервикального канала шейки матки для того, чтобы выявить патологические атипические изменения в этих тканях для своевременной диагностики предрака и рака шейки матки. Это исследование проводит гинеколог ежегодно для каждой женщины, и женщина обязательно должна в последующем уточнить свой статус по онкоцитологии для того, чтобы не пропустить заболевания онкологической направленности. Также к методам обследования в гинекологии мы должны отнести и забор непосредственно тканей, биопсию различных органов. Наиболее часто мы, гинекологи, проводим биопсию вульвы, биопсию шейки матки, биопсию эндометрия, а также биопсию яичника. И для каждого исследования мы используем какой-то специальный доступ. Биопсия позволяет оценить с морфологической точки зрения ткани и поставить окончательный диагноз. Для того, чтобы провести биопсию эндометрия, слизистой, которая выстилает полость матки изнутри, мы можем использовать как аспирационные методы. Для этого мы можем использовать аспирационный шприц или специальный инструмент под названием пайпель. Однако эти методы забора тканей не позволяют нам полностью собрать весь материал из полости матки, а позволят нам получить только те ткани, которые попадут в аспират. Для более полного исследования, в том случае, когда нам необходимо исключить предрак и рак эндометрия, мы используем полноценный кюретаж полости матки и цервикального канала, который выполняем раздельно, под контролем гистероскопии. Гистероскопия — это эндоскопический метод исследования в гинекологии, о котором мы с вами поговорим чуть позже. Биопсия яичников — это метод оценки тканей яичников, как вы понимаете. И она может проводиться непосредственно уже после удаления части органа или полного органа, или может производиться экспресс-биопсия во время операции для того, чтобы принять решение о том, можно сохранить этот орган или нельзя. Это особенно актуально у молодых женщин с опухолевидными образованиями яичников в том случае, когда имеется подозрение на злокачественное новообразование яичника или на опухоль, которая имеет предраковый характер. В гинекологии мы очень широко используем рентгенологические методы исследования. К ним можно отнести гистеросальпингографию. Это метод, который позволяет оценить полость матки, а также проходимость маточных труб путем введения рентгеноконтрастного вещества в полость матки. Компьютерная томография и магнитно-резонансная терапия также широко используются в гинекологии, но все-таки доминирует магнитно-резонансная терапия. И вы можете увидеть на нашем слайде один из вариантов срезов, выполненных при проведении этого исследования. Определение гормонов и их метаболитов — это очень важная составляющая гинекологического обследования. На современном этапе мы имеем возможность исследовать их с помощью радиоиммунологического и иммуноферментного метода. Мы можем определить лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормон. Мы можем оценить уровень пролактина, мы можем определить уровень яичниковых гормонов, эстрогенов, прогастерона, андрогенов, антимюллерового гормона. Мы можем определить гормоны надпочечников, которые тоже играют огромную роль в регуляции работы гормональной системы у женщины. Также очень важно исследование уровня гормонов щитовидной железы. И на это исследование мы можем послать как сами, так и наши коллеги-эндокринологи могут назначить это обследование. А мы воспользуемся этими результатами тоже для оценки статуса женщины. Достаточно часто у женщин с нарушением репродуктивной функции, у женщин с нарушениями менструальной функции мы используем так называемые гормональные пробы. Они тоже дают нам представление о работе гормональной системы женщины. Мы оцениваем с их помощью работы гипоталамуса, гипофиза, надпочечников, яичников и эндометрия. Медико-генетическое консультирование тоже неотъемлемая часть, особенно в плане репродукции. И мы работаем с нашими коллегами совместно. Мы к ним направляем на обследование девушек, у которых имеется нарушение менструальной функции, девушек, у которых есть проблемы с наступлением беременности, тех, у кого есть проблемы с вынашиванием, и они теряют своих детей на очень ранних сроках, а также те супружеские пары, которые не могут длительно забеременеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова